Дороги, мусор, благоустройство дворов, ремонт домов и многое другое интересовало горожан на горячей линии, которая прошла в редакции газеты «Грани». На вопросы читателя ответили в РИО главы администрации Новочебоксарска Александр Фадеев, а также сотрудники отделов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. На горячую линию поступили десятки звонков по вопросам благоустройства и ЖКХ. К примеру, одна жительница сетует на то, что нет нормальной дороги в Альдейском микрорайоне. Данный вопрос мы в настоящее время прорабатываем с Минтрансом Чуваши, о включении его в программу «Безопасные качественные дороги». Они выражают свое согласие о включении. Единственный момент – здесь надо разработать проектно-сметную документацию. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, отделяем деньги в бюджете города именно на изготовление проектно-сметной документации. После изготовления проекта будем вступать в программу «Безопасные качественные автомобильные дороги». Это будет на следующий год. Многие жители по улице Молодёжная жаловались, что во дворах не везде благоустроили территорию после ремонта дорог. Где-то остался строительный мусор, а где-то и вовсе не доделали ремонт. Есть среди дозвонившихся и те, кто обратил внимание, что на некоторых остановках нет остановочных павильонов. Некуда поставить тяжелые сумки и спрятаться от дождя. На следующий год мы буквально в пятницу с начальником дорожного отдела разговаривали насчет установки автобусных павильонов по всему городу. Предусмотрели они средства в размере двух миллионов. Ваш вопрос возьмем на контроль и попробуем помочь с установкой автобусных павильонов. Но это будет только на следующий год. Также жители города интересовало освещение во дворах, около школ и детских садов. Как всегда, горячая линия граней по теме благоустройства города и ЖКХ вызвала неподдельный ажиотаж среди горожан. Присутствующие во время горячей линии ответили на вопросы дозвонившихся и тех, кто заранее прислал свои вопросы по этой теме. Ольга Лазарева, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.